Good evening! Сегодня я вам буду снимать видео не со зверюшками, а с игрушками, потому что они нам пригодятся. И расскажу вам про предложения, которые начинаются со слова yes, да или no, нет. В русском языке мы совершенно спокойно можем сделать предложение из одного слова. Например, тишина, точка. В таком предложении только подлежащее, нет сказуемого. Или наоборот, вечерела. В таком предложении только сказуемое, нет подлежащего. Но так нельзя в английском языке. Здесь строгие правила, всё, что касается построения предложений. Я вам уже говорила, что здесь строгий порядок слов, как в армии. Но не только это. Ещё одно правило, что предложение обязательно должно иметь подлежащее и сказуемое. Иногда бывает так, что нет действующего лица. Тогда хоть какое-нибудь слово берут в качестве подлежащего. Чисто формально, чтобы оно выполняло вот эту функцию. Например, вот предложение, хорошо вам известное. It's a table. Это стол там. It's a cock. Это петух. Вот в таком предложении it, местоимение, как раз и выполняет функцию формального подлежащего. Когда про время мы говорим. What time is it? It's two o'clock. Два часа. Вот в русском мы спокойно скажем два часа. А в английском надо ещё it is. Это же форма глагола to be is. Поэтому нельзя в английском языке просто сказать yes, просто сказать no. У нас можно. Вас что-нибудь спросят, вы, если их подтвердить хотите, можете спокойно. Вот сказал, как отрезал да или наоборот нет. В английском языке, посмотрите, я поставила запятую и дальше многоточие. После этих слов должно быть подлежащее и сказуемое. И должно получиться предложеница. Такое маленькое, коротенькое, но это предложение. Потому что там будет подлежащее и сказуемое. Что может быть в качестве подлежащего? Местоимения, личные местоимения. Вы их прекрасно знаете. I, you, he, she, it, we, you, they. Вот эти личные местоимения. Какое-то местоимение будет в качестве подлежащего. Что может быть на месте сказуемого? Какой-нибудь из тех глаголов, которые мы с вами называем неленивые, такие работящие глаголы. Те, которые могут отрицательную форму сделать. То есть взять частицу нот. Которые могут пойти потопать в начало предложения, чтобы сконструировать вопросительное предложение. Ведь это могут мало кто. Всего лишь три основных, наша правящая верхушка. Глагол to be, король глаголов, быть. Его лучший друг to have, глагол иметь. И самый деловой глагол английского языка, глагол to do, делать. А также пять модальных. Can, may, must, will, shall. Вот они тоже могут это всё делать. Отрицательную форму взять частицу нот. Вопросительное предложение могут сделать. Они же очень благодарны королю за то, что он их пустил в своё королевство глаголов. Они-то сами очень странные, никакого действия не выражают. Поэтому они вот так отплачивают за его доброту. Тоже вот эти все функции выполняют. И вот только формы этих глаголов, получается, в восемь их, да, могут быть после слова yes и после слова no. Конечно, после no глагол будет стоять в отрицательной форме. То есть вместе с частицей нот. Вот я вам рассказала общую картину. Давайте теперь посмотрим. А когда же, собственно, нам нужно такое вот предложение-то сконструировать? Ну, например, когда мы отвечаем на вопрос. Причём, когда мы отвечаем на общий вопрос. Просто тот вопрос, на который можно ответить вот так кратко, да или нет, он и называется общий. Он потому что ставится ко всему предложению. Не к какому-то отдельному члену предложения. Тогда не ответишь просто да или нет. Например, к подлежащему кто шумит. Или к дополнению что ты ешь. Тут уже не ответишь просто да или нет. Вот, и давайте вспомним, как же строится это вопросительное предложение. Что же вспоминать-то? Я вам уже даже сейчас несколько раз сказала. Тогда на первое место в предложении идёт вот какой-нибудь из этих глаголов, да? И, собственно, он же и должен быть сказуемым после «ес» или «ну». Получается, что такое правило, с чего начинается вопрос, на то будет и заканчиваться ответ. То есть, когда вам задают вопрос, вам нужно внимательно слушать и сразу себе схватить вот это первое слово, чтобы его использовать. Like, do you like ice cream? Yes, I do. No, I don't. Любишь ты мороженое? Да, нет. Видите? Do, do, don't. Does she like ice cream? Раз подлежащее she, то уже does. У глагола есть с. Yes, she does. No, she doesn't. Does, does, doesn't. Если ваша задача ответить на вопрос, то тут вам особо и думать-то нечего. Have you got a dog? Yes, we have. No, we haven't. Have, have, haven't. Has he got a cat? Раз he, то has форма. Yes, he has. No, he hasn't. Has, has, hasn't. Can we do it? Можем бы это сделать. Yes, we can. No, we can't. Можно, конечно, отдельно сказать. No, we cannot. Можно. Ну, даже удобнее, быстрее слившуюся форму. Must we do it? Должны мы это сделать. Yes, you must. Да, должны. No, you mustn't. May I come in? Могу я войти? Yes, you may. No, you may not. May не сливается с частицей not. Will they call? Позвонят они, это будущее время. Yes, they will. No, they won't. Will плюс not, получается, won't. Shall I wait for you? Буду я ждать тебя? Yes, I shall. No, I shan't. Сам себя спросил, сам себя ответил. Shall плюс not, получается, shan't. Вот, видите, легко получается, надо просто слушать вопрос. Вот это самые лёгкие предложения для ответа, потому что в них подлежащее уже выражено местоимением. И вам даже думать не надо. Вам нужно просто для вашего ответа всё взять из вопроса. Посложнее, когда подлежащее, вот подлежащее, не местоимение, а существительное. Тогда его нужно заменить на местоимение. Например, does Susan read well? Susan. Девочка. Это имя девочки, поэтому заменяем на she. Susan хорошо читает? Yes, she does. No, she doesn't. Is the dog old? Собачка старая. The dog. Заменяем на it. Yes, it is. No, it isn't. Is swimming good? Я вам рассказывала, если от глагола сделать вот такую форму с помощью суффикса ing, то это может быть слово, обозначающее как существительный процесс. Вот swimming, плавание. Плавание. Хорошо. Yes, it is. No, it isn't. Заменяем, конечно, на it. Это же неодушевлённое. Can children work? Могут ли дети? Children – это множественное число, это дети. Заменяем на they. No, they can't. Могут ли дети работать? Нет, не могут. Must doctors help? Должны ли доктора помогать? Множественное число. С на конце существительного. Yes, they must. Тоже заменяем на they. Чуть-чуть посложнее. То есть вам надо ещё успеть заменить подлежащее на местоимение. Вот давайте потренируемся. Не зря у нас тут эти товарищи. Допустим, обезьянка будет задавать вопросы. Так, давайте сначала медведю. Do you like fish? Yes, I do. Любишь рыбу? Да. Do you like honey? Любишь мёд? No, I don't. Can you swim? Yes, I can. Умеешь, умеешь. Когда с модальными очень легко, потому что у них форма одна, вам и думать не надо. Can you fly? No, I can't. Тут надо эту форму запомнить. Можно, конечно, сказать no, I can not. Но удобнее даже слившуюся форму. No, I can't. А вот посмотрите, где посложнее. Are you white? Yes, I am. Когда глагол to be. Он же волшебник. Он так наизменялся, у него такие разные формы. Но я надеюсь, что вы его уже прекрасно знаете. Are you? Yes, I am. Вот здесь вот только надо помнить форму глагола to be. Так, ну-ка попробуем такой же диалог с петушком. Can you sing? Yes, I can. Умеешь ли ты петь, да? А вот смотрите, если по-другому. Do you sing well? Это вопрос в простом настоящем времени. Хорошо ли ты поёшь? Yes, I do. У нас уже было в вопросе do, значит и думать не надо. Yes, I do. А теперь смотрите, допустим, про петушка. Про петушка. Они сплетничают между собой. То есть они говорят о нём. Это будут предложения в третьем лице, единственном числе. Потому что про одного петушка. Is the cock bright? Петушок яркий? Yes, he is. Да, да. Can he sing? Yes, he can. Does he sing? Он поёт? Yes, he does. Так, что делать, если вопрос, как на него отвечать, вернее, задан в отрицательной форме? В отрицании. И вообще, зачем это нужно? В чём разница? Вот смотрите. Do you like ice cream? Или don't you like ice cream? Do you like ice cream? Ты любишь мороженое? Просто вопрос, да, чтобы выяснить, всё-таки любишь или не любишь. Когда don't you like ice cream? Тут у говорящего некое удивление. Это, скорее, даже не вопрос, а такая, как бы реакция, да, с удивлением. Разве? Вот в русском языке можно разве слово использовать. Разве ты не любишь мороженое? Как мы отвечаем? Да мы отвечаем как угодно в нашем русском языке. Вот вам задали. Разве ты не любишь мороженое? Да нет, люблю. Разве ты не любишь мороженое? Да, люблю. Как угодно. Нет, не люблю. У нас совершенно никаких правил. Вот как хотим, так и говорим. В английском языке надо отвечать по существу. То есть, если вы любите, говорите yes, I do. Если не любите, говорите no, I don't. Неважно, как вопрос задан, вы отвечаете просто по существу. Вот, например, is she sleeping? Она спит сейчас. Это время такое, помните, специальное. Если она действительно спит, то тогда говорите yes, she is. Если не спит, no, she isn't. А, если вопрос в отрицании. Вот, я забыла тут. Isn't she sleeping? Она что, не спит? Если спит, yes, she is. Если не спит, no, she isn't. Здесь скорее чётко, что после yes утвердительная форма сказуемого, после no отрицательная. А отвечаете вам нужна утвердительная, когда действие происходит, а отрицательная, когда действие не происходит. Вот и всё. Выбор от этого у нас происходит. Второй вот момент. Вот мы отвечали на вопросы сейчас, да, с помощью да и нет. Но можно не только ответить на вопрос, а ещё и выразить своё мнение по поводу какого-нибудь утверждения. Вот было утвердительное предложение, и спрашивали вас или нет, но вы хотите с ним согласиться или не согласиться. Есть небольшая разница. Например, было she is beautiful, точка. Она красивая, вот, пусть у нас, у нас мы будем использовать местоимение he, she, потому что мы их уже, мы уже олицетворение сделали, они у нас уже как персонажи нашего видео, да. Вот, она красивая, да. Соглашаемся. Yes, she is. Так, кто-то у нас должен быть вредненький, не соглашаемся. No, she is not. Вот, собачка не любит кошку. He has a dog. Фраза. У него есть собака. Подтверждаем. Yes, he has. Не подтверждаем. No, he has not. He hasn't. То есть, сведения неверные, нет у него собаки. Мы не подтверждаем. Здесь всё легко и просто. И подлежащее выражено уже местоимением. И глагол тот же самый нужно использовать, так что здесь всё легко. We are friends. Мы друзья. Yes, we are. Да, мы друзья. Подтверждаем. No, we are not. Или we aren't. Нет, мы не друзья. They can fly. Они умеют летать. Yes, they can. Да, не умеют. No, they can't. Нет, они не умеют. Вот, опять же, посложнее, если подлежащее надо заменить на местоимение. Это следующий этап. The girl is beautiful. Девочка. Заменяем на she. Yes, she is. Или кто-то там недоволен. О вкусах не спорят. Нет, она некрасивая. No, she isn't. Tom has a dog. У Тома есть собака. Yes, he has. Или нет. Сведения уже устарели. Нет у него собаки. No, he hasn't. The sun is shining. Солнце светит сейчас. Yes, it is. Солнце заменяем на it. И это просто глагол to be. No, it isn't. И так далее. Вот, всё то же самое. Вот, I can sing well. Это может быть диалог такой. Кто-то хвалится. I can sing well. Я умею хорошо петь. И кому-то нравится его пение. Yes, you can. Соглашается с ним. А кому-то не нравится. И говорит. No, you can't. Нет. Не можешь. Не умеешь ты хорошо петь. Вот. И так-то всё легко. Всё то же самое, как было в ответах на вопросы. Но есть одно место, где нужно быть очень внимательным. Очень. Это present simple. Простое настоящее время. На самом деле ещё и простое прошедшее. Просто мы с вами до него ещё не дошли. Я вам его ещё не рассказала подробно. Поэтому и сейчас не рассматриваю. Когда во времени, простом, настоящем, было сказано утверждение, утвердительное предложение, то там нет, не видно вот глагола, который рабочий, который будет отрицание, вопрос делать. В вопросе-то его видно было, а здесь нет. И вам нужно будет его вспомнить. I sing well. Вот если он скажет. Не я умею, I can. Can помощничек. С ним всё легко. А просто I sing well. Я хорошо пою. Чтобы согласиться, надо будет сказать. Yes, you do. Вспомнить, что do должен здесь прийти. А если не согласиться, то сказать. No, you don't. В третьем лице. Вот, допустим, там у нас, вот у меня написало, Tom swims well. Том хорошо плавает. Надо будет вспомнить, что это does. Yes, he does. No, he doesn't. Fish swim. Рыбы плавают. Согласимся. Это множественное число. У слова рыбы с на конце нету. Согласимся, скажем, yes, they do. Вот тут не согласимся, fish fly, рыбы летают. Скажем, no, they don't. Вот здесь, вот в этом месте, вот оно, вы должны помнить, что если было утверждение, в котором вы не видите ни одного из наших вот этих восьми глаголов, ни пять модальных, никого из них нету, не видите ни форм to be, to have, и to do вы тоже не увидите, то вы должны вспомнить, что это место глагола to do, делового, что нужно его использовать, когда вы соглашаетесь или не соглашаетесь с этим утверждением. Вот такой вот нюансик. Так, давайте потренируемся. Так, допустим, сейчас этот у нас уже пел. Вот, этот говорит, I swim well. Я хорошо плаваю. Yes, you do. Да, ты хорошо плаваешь, да? Так, собачка, например, говорит. I bark loudly. Уф-уф-уф, я лаю громко. Yes, you do. Да, ты громко лаешь, да? Невозможно, просто невозможно. Если кто-то про собачку эту говорит, Вот, она говорит, например, говорит она, вот, медведю говорит. The dog barks loudly. Yes, he does. Обсудили между собой, да? Посплетничали. Собака так громко лает. Да-да-да. Если это тоже present simple, но там в предложении to be или to have, то мы же их же используем. Поэтому здесь как раз особых сложностей нет. Допустим, только помнить форму глагола to be. Допустим, она говорит I'm beautiful. Это же to be am. Это тоже present simple, но это to be. I'm beautiful. Yes, you are. И такие вот мы с вами уже брали предложения. Do тогда только нам нужен. Когда в предложении глагол вот нерабочий такой, ленивый. Тогда у нас появляется do или does в третьем лице, единственном числе. Если вы не соглашаетесь, то тогда don't или doesn't. Вот это всё. Я надеюсь, вы поняли, во-первых, почему так. Почему нельзя просто сказать yes and no, а надо дальше сделать предложение. И из каких элементов его делают. Каким образом оно конструируется. Осталось вам только потренироваться. Сейчас я вам всё-таки под конец покажу живое существо. Вот, it's my chicken. Просто скоро его заберут, поэтому... Вот, посмотрите, какой уже. It is bigger. Больше уже. Во какой. О, какой большой. Так. И мы говорим вам до свидания. Да? Goodbye. It has wings. У него есть крылышки. It is beautiful. Красивый какой. Я соглашаюсь сама со своей фразой. Yes, it is. И cytую esю. Спасибо. Ищите.